Очень, так сказать, показывает то, как к ним относятся. Ну, реально, там я на секунду передвинул, а извините, мы же Киев купили больше. А при Балтике? Завтра Плаванчик купили, при Балтике купили. Нет, нам много чего покупали, потому что интересно, когда они свободу, хоть бы деньги, ну... Нет, на курсу пересчитаю. Нет, деньги, деньги. Это как раз насчёт денег, это очень интересный вопрос. Но насчёт Украины я вам так скажу. У меня всё больше и больше ощущений, что они нам её купают. Но я считаю, что нужно чем-то ещё добавить, потому что просто Украина, ну, это неинтересно. Ну, да, Балтик, хотя бы ещё кто-то где-то... Техас. Это просто, ну, совсем. А второй момент, который... Я хотел бы такая маленькая реплика. А вот заметьте, как изменилось отношение к предложениям России по поводу того, чтобы всё-таки что-то, о чём-то начать конкретно говорить США. А начиналось ещё, мы это не будем обсуждать, это какая-то ерунда, что вы тут написали. А ну-ка, знаете, вот этот вот пунктик интересный, не даёте этот пунктик, не развязывается пакетик. Ну ладно, давайте обсуждать. А сейчас-то какая ситуация? Ну, вот, например, Баррель, ну, это жалкий человек. Абсолютно жалкий человек, я даже не буду спрашивать, сколько у него дивизий, потому что я знаю ответ. Да? Но дело в том, вы посмотрите, ну, он флюгер. Вы посмотрите, как он ещё. Ну, это же было меньше восьми месяцев назад, он приезжал к нам ходить. Он приезжал не зачем, он приезжал сюда, чтобы нам нахомить. Да, такой человек. Да, какой человек ищет место в наших переговорах с американцами. Опустите вы меня туда хоть как-то. Я тоже хочу строить архитектуру европейских безопасностей. Да? Правильно. А вот по поводу Джонсона я с... Ну, пожалуй, что я по поводу... Нет, когда ты слышишь Джонсона, все время ждут продолжения. Нет. Джонсон и Джонсон. Я уже думал, что на вакцине пойдёт, корректно. Нет. Нет, это пока что... Это вам пока что... Нет, просто ему нужно... Поговорили, его надо официально запретить танцевать. Нет. Но у меня с коронавирусом и Бориса Нашего чуть не складываются отношения от слова совсем. Но дело другое. Я, например, абсолютно не согласен по поводу американцев. Я думаю, что как раз по мере приближения выборов в Конгрессе, уменяемость Конгресса начнёт сокращаться. Но я с Михаилом Леонидовичем соглашусь по поводу Бориса Нашего, Джонсона, Нашего, Нашего. Все они, Борис, Нашего. Я не Борис, я Борис. Она и французам гадит, не дает рыбной ловли и там заниматься. С элементами силового противостояния. Они для себя места в будущем в мире не найдут, а им очень хочется. Да, именно так. Везде. И в Казахстане вы везде найдёте британские ушки. Они не очень большие, но они есть везде. И последние две вещи, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое. А вот посмотрите на то, как нарастает изощрённость и фундированность информационных провокаций. Я думаю, нам нужно ждать какую-то очень крупную волну, сравнимую с якобы, так сказать, в кавычках убийством Скрипалей. Опять согласен с Михаилом Леонидовичем. Что-то должно быть крупное, потому что в этом информационном сценарии, а работать они могут сейчас только в информационном сценарии, они уже проигрывают, они должны ломать вот эту логику. И второй момент, это касается уже нас. Вот мы доказали, и их этим испугали, что мы можем быть донором безопасности, в том числе и в Казахстане. Вот нам сейчас надо доказать, причём желательно, сравнительно быстро, что мы можем быть донором политической стабильности. Не просто безопасности, но донором политической стабильности. Перевести ситуацию в превентивную русло и в русло создания выгодных нам и комфортных нам политических институтов. Вот нам над этим надо делать. Но для ДКБ или... А почему бы, во-первых, я всё-таки сказал бы, что шире, но и внутри ДКБ тоже было бы неплохо. Я вообще думаю, что надо мыслить категориями Евразия плюс. Макрорегион не может быть только в... На, геоэкономический макрорегион не может быть только. Ну, то есть, может быть, но это будет сложно, защищаемо сложно. Только в рамках бывшего Советского Союза. Надо мыслить в рамках большой Евразии. На вопросы смотреть ширше, а к людям относиться мягше.